Всем привет! Сегодня 10 ноября 2018 года и я вам хочу рассказать и показать цены на FIFA 19 в городе Санкт-Петербург, у кого какие. На игровые приставки и игры PlayStation 4, PlayStation 3 и Xbox One, Xbox 360. На предыдущее поколение называются FIFA 19 Legacy Edition, какие-то наверное урезанные игрушки. Это наш сайт, Лосман все для игр, цены видите перед собой и я попозже в самом конце расскажу, почему именно у нас такие цены и из чего они образуются. Теперь посмотрим, кто продает по каким ценам. Начнем с монстров, монстров торговли, это такие большие агрегаторы и большие сетевые магазины, которые не только играми занимаются, занимаются всем. Я выбирал с точки зрения той, что в Санкт-Петербурге актуально по доставке, либо они здесь есть. Ну вот, Озон, он конечно везде продает и доставка приемлема. Есть еще такое понятие РРЦ, да, это российские рекомендованные цены. Это те цены, которые дистрибьютор рекомендует всем продавцам придерживаться при продаже тех или иных игр или товаров. Это не только касается игр, касается и техники, да вообще практически всего. И раньше с этим было жестко, если кто-то пытался занизить цену, ну завысить там как бы разницы не было, особенно там на Яндекс.Маркетах, где можно наследить, то тогда издатель или дистрибьютор какие-то штрафные санкции вводил, не отгружал товар, либо скидку забирал у него, какая у него была. И все как бы старались этого делать. Потом, в более такие времена, ближе к нынешним, ситуация поменялась, и уже никто не стал отслеживать. И главное, что ты возьмешь у них и продавай, почем продаешь. Уже никого не волнует, главное, чтобы ты им перечислил деньги, да, либо со строчкой, либо сразу, либо там, ну под реализацию никто не торгует. И так называемые РРЦ цены на игры, это на PlayStation 4 и на Xbox One для FIFA 19, это 3999 рублей, либо 4 тысячи без рубля. И на PlayStation 3 и Xbox 360 это 4 тысячи без рубля, это 2999. Озон, цена, видите, DNS, у DNS точно такие же цены РРЦ, все сети, практически все, они держат такие цены, да, ну вот MVD у него на 9 рублей, у них все обнуляется, ну не все, цифровые не обнуляется, оказывается, видите, а такие в боксе обнуляются. Обнуляется, 3 990 рублей, магазин K, 3 990, у них тоже тут округляется. 1S Interest, да, тут не видно, вот 1S Interest, у них тоже рекомендованные цены. У всех практически есть игры в наличии. Так, дальше, кто у нас, Online Trade, аналогичная ситуация. Так, дальше, идет у нас Sony, фирменный интернет-магазин, но у них только на PlayStation, но почему-то на PlayStation 4. Нашел, дальше уже идут специализированные магазины, которые продают в основном только игры, ну не только игры, но в основном. Так, Gamebuy, у Gamebuy 3 490 рублей, это русская версия, 2 750 на 360, либо PlayStation 3, 2 690, да, тут 2 750 на 360, как обычно, в дефиците. No One, так же, как на четверочку, чуть дороже на 100 рублей, но есть еще и английская версия, 2 690 рублей. FIFA, такая же, только английский язык. Дальше, DV, DV Play, здесь 2 910, 3 500, 3 500 и 2 910. Не там, не сям, и не RRC, и не самое дешево, да. Так, Game Master, или Game Master, ну вот как его правильно назвать. Смотрите, здесь получается, так же английская есть, 2 390, и есть русская, да, 3 490, практически как у Gamebuy. И дальше я выставил цены по убыванию, скажем так. Есть магазин Offer.ru, он интернет-магазин, московский, да, ну доставка сюда есть, и она как бы приходит, все нормально. Здесь у них английская версия FIFA, у них только на четверку почему-то. 2 250, а есть еще полностью на русском, как у всех 3,5, да, 2 990. Скажу сразу, торгуют они себе в убыток. Ну, видать, много взяли, не рассчитали. И Озну, это питерский магазин, в центре находится, по-моему, на Синой, и у них такая же цена, русская версия 2 990, и английская, вот это, правда, не написано, чуть корявенько сделано сайт, 2 350. На Xbox One у них вообще 1890, то есть зависли, видать, с играми. Авито. На Авито я нашел за бушную, за 1435, то есть за полторы тысячи бушную можно взять, но объявлений немного. И еще тут есть, правда, уже, сейчас, минутку, одну неделю висит, это не открывали, вот новая, ну, не знаю, насколько новая не открывали, с рук брак, ну, вполне вероятно, что она так и есть, за 2000 рублей. Что нам говорит PlayStation Store? PlayStation Store говорит, да у нас ценные RFC, так как говорили, так и есть, 3 999. Ну, заметьте, что все бонусные игры, то есть Ultimate Edition, еще на боксах, коробках практически нет ни у кого, либо они были, либо их продали, либо они вообще не выходили, есть только в цифровой, да, вот, издание Чемпионы на тысячу дороже, и Ultimate, издание Ultimate, это на 2000 дороже. Также можно в демку поиграть, и будет отлично. Ну, понятно, что на Xbox Live, наверное, такая же цена и с такими же предложениями, но только на Xbox 360 и Xbox One. По поводу цены, почему именно у нас такая? И заметили, что у нас практически игры сейчас стало очень мало, которые в наличии, мы все возим под заказ. Цены на оптик, которые отгружают издатель, а издатели отгружают одни и те же игры, ну, вернее, по одной и той же цене, например, вот, 3 999 рекомендованная цена для большинства игр новых, топовых, но издатели по-разному отгружают именно изначально, по какой-то цене. Вот на PlayStation 4, на Xbox One цена на FIFA 19 до сих пор еще есть 3250 рублей. Если кто-то продает дешевле, значит, он себе в убыток, то есть, ну, дешевле я пока не видел. Пока. Потом скинут цены, да, все отлично. Есть варианты, что берут в приставках вместе с комплектом, да, и продают отдельно. Ну, тут тоже много игр, как бы, нельзя таких найти, это сколько надо в консоли, да, иметь. Есть вариант еще, что привозят с Европы, да, ну, сейчас ситуация такая, что с Европой с курсом возить не очень выгодно, даже когда там сток игры падают дешевле, они быстрее до нас доходят, да, потому что у нас пока дистрибьюторы, а у нас тут их раз-два-три всего, да, один Ness of Club, Бука, это практически один и тот же концерн, да, и кто у нас еще? Ну, новый диск там что-то выпускает, и все. И пока до них зайдет, вернее, их не остатки, да, хотя напрямую Electronic Arts сам как бы большим сетям отгружает. И получается ситуация такая, что вот иногда бывают и дешевле игры, можно где-то с Европы привезти. Ну, есть большое но, маленькое но, это что упаковка нерусскоязычная, но на это мало уже сейчас кто обращает внимание. И второе, это то, что не всегда есть полностью на русском в релизах европейских странах, да, то есть диски печатаются у нас там, по-моему, где в Твери, есть завод Sony, именно для PlayStation, для PlayStation. Да, Xbox, да, это все возится с Европой, у нас не печатается до сих пор. И получается ситуация такая, что цена практически у всех монопольна. То есть 3250 рублей, это отпускается на современные Xbox One и на PlayStation 4, и дистрибьютор, цена игры. А на PlayStation 3 и на Xbox 360, это который Legacy Edition, FIFA 19, там цена 2450 рублей. И вот смотрите, мы стали игры возить теперь только в основном под заказ, потому что конкурировать с цифровыми носителями, таким как PlayStation Store, да, или Xbox Live, все труднее и труднее. И если кто-то хочет приобрести, пожалуйста, заказывайте. Мы возим два раза в неделю, но стабильно получается так, что у нас в четверг, в четверг-пятницу будет основной приход. И если вы хотите по такой цене, мы на каждую игру накидываем 200 рублей. То есть мы открываем цены для вас, мы говорим, почем они, и говорим, почем мы будем продавать. То заказывайте, предоплату никакой оставлять не надо. Дальше все стандартно происходит. Пожалуйста, заказали, игра пришла к нам на склад, мы вам отзвонились, и вы уже получаете. Либо сами приезжайте к нам в офис, либо в пункте выдачи, либо доставку. Вот примерно такая ситуация с FIFO в данный момент на рынке Санкт-Петербурга, да, ну и российской, можно так. Потому что я еще упомянул PlayStation Store, цифровую дистрибьюцию, да, как с ними бороться. Потому что вот пройдет еще месяц-другой, и будет она там и 1999, и с карточками Gold она будет еще дешевле. То есть очень-очень тяжело. Тем более 21 век на носу, и цифровая дистрибьюция, она не дремлет. А кому понравилось видео, те ставьте лайк. И кого есть вопросы, либо замечания, конечно, пишите внизу в комментариях, постараюсь на все ответить. Все, всем спасибо за просмотр, и всего доброго, до новых встреч, и пока!